ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атакует сборная Москвы. Так, арбитр встречи. Михаил Лебедев в зеленой манишечке. Помогают ему на обровках Артур Коптюха, Михаил и Алексей Брызгалин. С Центрополя начинают фили. Пока впереди сборная Москвы 1-0. Напомню, что дивизион, первый дивизион этого турнира состоит из команд рогбийного клуба «Зеленоград». Сборная Москвы, 19 лет. Вот как раз вторая попытка сборной Москвы. Сборная команда Московского авиационного института, команда «Энергия» город Казань и команда спортивного клуба «Фили». Вот как раз на поле команды сборной Москвы и команды «Фили». Следующая пара команд, которая выйдет на поле, сборная команда «МАИ» и команда «Казани». Следом «Фили» сыграют с «МАИ», далее «Зеленоград» со сборной Москвы, «МАИ» с «Зеленоградом», «Казань» с «Фили», «Зеленоград» с «Энергией», сборная Москвы с «МАИ», «Фили» с «Зеленоград» и «Казань-Москва». Вот примерно такой расклад в этой группе. И последний матч в дивизионе 1 начнется в 17 часов 30 минут. Но здесь еще в перемешку на поле появятся команды ветеранов регби, составленные из четырех клубов, клуба «Фили», команды «Седые Барсы», «Московские драконы» и команды «Олгринз». Они будут включаться здесь, выходить на поле, ну, начиная с 14-15 и в некоторых таких промежутках. Чтобы команды первых дивизионов вот эти могли немножко отдохнуть и перевести силы. Свободные в исполнении сейчас мы увидим сборной Москвы. В короткую сторону попытались обмануть москвичи, не все получилось. Вот здесь сейчас второй, да, нырок в зачетное поле, и он достигает цели. 3-2 впереди сборная Москвы. «Фили» чуть отстают. Ну и надо, наверное, сказать, что все-таки команда «Фили», более возрастная команда, по возрасту ребята постарше, но молодежная сборная, понятно, что сил у них чуть побольше. Быстрый обмен попытками. И сейчас была возможность перехватить мяч у игрока сборной Москвы, не получилось. И далее в прорыв идут филевцы. По правому флагу нужно прыгать и, да, землить мяч. Ну, как быстро разворачиваются события в этом матче, попытка за попыткой следует, как волна за волной. С «Адрополе» начинают москвичи. Ну, москвичи. Условно москвичи, потому что и те, и те, понятно, что из Москвы, но будут так называть сборной Москвы. А здесь сборная Москвы у нас выступает явно как практически команда «Барбарианс». Только «Барбарианс», по-моему, используют разные гетры, гетры своих клубов. А сборная Москвы использует рэкбики клубов, которые их делегировали в эту команду. Что, в принципе, наверное, организаторы турнира им не запретили. 5-5 закончился первый тайм матча между командами сборной Москвы у девятнадцати, сборная команды «Фили» 5-5. Сейчас перерыв, который займет не более трех минут, и команды в следующей пятиминутке продолжат битву за победу в этом матче. Напомню, что это первый матч дивизиона «Один». Продолжение следует... Продолжение следует... Мы вновь на песчаном газоне центра пляжных видов спорта, где первый матч дивизиона «Один», «Фили», «Москва-19», ничья 5-5 после первого тайма. Сейчас на центре поля начнут «Фили» после потери мяча москвичами. Вот хороший прорыв игрока команды «Фили». 6-5 впереди «Фили». Кстати, если вы думаете, уважаемые, немногочисленные зрители, которые смотрят нас в интернете, в том числе небезызвестный Владислав Тюрин, так и мы вам сообщили результаты матчей пятого дивизиона. Вы могли их услышать в самом начале нашего второго включения сегодняшнего игрового дня. А вот если посмотреть на список команд, которые вообще выступают в этом турнире, хочу сказать, что здесь два поля игровых. Второе поле находится как раз за дальней трибуной. Отсюда, к сожалению, не видно протекающие там матчи. Но вот смотрите, первый дивизион здесь играет у нас. Дальше мужчины второй дивизион тоже играл здесь. Потом третий дивизион. Команда «Динамо» «МАИ-2», «Москва-У-19», третья команда. Военно-воздушная академия «Подмосковья», «Южная Тушина». Рыбийный клуб «Солнышко» даже такой есть. Ну, подразумеваю, что где-то еще клуб «Луна» должен быть и вся остальная галактика. Четвертый дивизион выступают команды «Штурм-Тверь», «Флагманы-Ярославль», «Спартак-МарГУ», «Ёжкар-Алан», «МГПУ», «МГУ-Москва», «Сениш», «Город-Солнечногорск» Московской области. Это был дивизион 4. Далее дивизион под номером 5, который уже сыграл, я вам говорил, кто там победил. Далее есть женщины, у нас сыграл один дивизион. Команда «Дрим Тим» одержала победу. Вторыми были «Москва-У-Дрэгонс», вторыми были «Спартак» из «Южкар-Аллы» и третьим «Москва-У-Дрэгонс». Но их всего-то три команды и было. «Химки» отказались в последний момент играть. А еще у нас есть ветераны «Фили» и «Московский дракон», «Олгринс» и «Седые барсы» из «Казани». То есть порядка тут, наверное, 40 команд в этом турнире однодневном участие принимают. Поэтому те, кто у него сидел дома, в этот субботний хороший день приехал сюда, в Москву, в район метро «Войковская». Я думаю, что, наверное, не пожалел. И здесь недалеке работают пункты питания, шашлычные, можно купить прохладительные напитки. И те, кто сидит дома, выезжайте, посмотрите вживую, что же такое пляжное регби. «Фили» поверьте, это ненамного отстает в зрелищности от женского волейбола, но, может быть, в изящности уступает. Но это все равно красиво и здорово. «Фили» атакуют. «Фили» атакует в центре поля. Атаковала команда Москвы. Мяч они потеряли. «Фили» этим мячом завладели и в засчетное поле его доставили. «Фили» 10-7. Трехочковое преимущество, но 3 очка не за одну результативную попытку. Напомню, что в регби и в пляжном просто за результативное действие в зачетном поле единичка идет. Ну, как в других видах спорта, где есть ворота с сеткой. 10-8. Счет изменился. Москва не хочет уступать. Напомню, что сборная Москвы здесь представлена аж тремя командами в разных дивизионах. Одна сборная Москвы уже под номером 2 сыграла, в дивизионе 2. А вот это первая, скажем так, сборная Москвы. И они здесь по-пижонски выступают, каждый в регбиках своего клуба, из которого они в сборную Москвы и призваны. Ну, может, так и должно быть для красочности. Ну, и сейчас вот... Ну, филевцы тоже. То есть, Вадим Федоров, насколько я вижу, решил выделиться как минимум возрастом, а второй рэгбийкой клуба Фили, в которой он выступал несколько лет назад еще за команду Фили по классическому регби. Вот поэтому вышел в той майке, которой у него теперь уже нет. Филевцы с края на края, попытка в дивизиональном порядке прореза по центру. Вот Федоров мяч подобрал. Здесь, на мой взгляд, было вне игры и молотой. Я бы штрафной дал, наверное. Ну, арбитру Михаилу Лебедеву виднее, он находится ближе к игровому событию, поэтому он посчитал, что все было в пределах правил. Напомню, что помогают ему боковые арбитры Артур Коптюх и Алексей Куликов. Они находятся по флангам. И это идет второй тайм матч. Следом, еще раз проанонсирую, на пулю выйдут команда Московского авиационного института и команда «Энергия» из города Казани. Города, который недавно принимал универсиаду летние всемирные игры, где был представлен средний брат рэгбиной семьи, да, рэгби-7, будущий олимпийский вид. И турнир по рэгби-7 как раз с успехом прошел в Казани. Команда «Фили» победила в этом матче, победила в этом матче, и поэтому мы ее поздравляем, и мы с вами ждем следующих пару команд. Субтитры создавал DimaTorzok